Свердловская общественная организация обратили жителей города Арамиль по поводу действий ЕМУП АО «Водоканал» в Свердловской области, который расположен территориально в городе Арамиль. Мы видим, что не прекращается слив неочищенных источных вод в реку и сеть. Общественники, повторно выехав на эту местность, увидели в том, что как выливалась жидкость в реку, так и выливается до сих пор. Тот ответ, который был получен из Роспотребнадзора, она никаких эффективных мер не дала, так как, судя по ответу, Роспотребнадзором только было вынесено предостережение о непроведении слива. Но по факту видим, что слив продолжается, как ни в чем не бывало. Более того, все источные воды сливаются в эту реку, не пройдя те важные четыре этапа очистки. Параллельно обратились жители города Арамиль с вопросом по поводу оказываемых услуг этой компании. То есть те услуги, которые оказываются у водоканала, они оказываются в полном объеме, так как в стоимость тарификации входит водоотведение, транспортировка, это очистка стошных вод в полном объеме. То есть это подразумевает проведение всех четырех этапов очистки. Механическое, бактериологическое, физико-химическое и хлорирование. Однако, по той информации, которая есть у нас и по полученным ответам, удалось установить, что очистные сооружения работают не в полном объеме. Два этапа очистки не производится. Соответственно, люди переплачивают за неоказываемые услуги. Самый главный вопрос, который беспокоит жителей, проживающих в городе Арамиль, Сосерском городском округе, на каких основаниях за водоотведение выставляют счета за весь комплекс неоказанных услуг. То есть единственным посвященным услуг завода в Арамильском городском округе является АО «Водоканал». На самом деле услуги оказываются не в полном объеме. Отсутствует технологический цикл, который предусматривает определенный этап очистки. А это именно бактериологическая очистка всех стошных вод на технологическом цикле, который протекает в этих очистных сооружениях. Несмотря на это, жители, помимо того, что платят за неоказываемые услуги, они также платят этой компанией за то, чтобы они загрязняли наши воды и реки, загрязняли природу. В этот опрос пока никого не волнует. Сейчас готовим информацию об Роспотребнадзор и в Энергетическую комиссию, чтобы выяснить, правильно ли выставленная тарификация, есть ли необходимость проведения перерасчета за оплаченные эти услуги с вещам. Также готовим обращение в природоохранную прокуратуру. Субтитры создавал DimaTorzok